Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по играм Ройда. Трэго. А мне семечек. А мне. Опа. Пару пакетиков с разными шмотками. Ребетки, вещички детские. Не покупают вообще нифига. Поэтому я их даже брать не буду. А это что? А вот это женское. Не, ну женское еще могут взять. Пакетик женского возьму. А это, кстати, пригруз от стиральной машинки. Интересная вещь. Но мне в хозяйстве она нигде не пригодится. Вообще баки, кстати, вывезли. И это максимально грустно. О! Лампочка вот такая. И все. Радиатор от машины. Кстати, он алюминиевый. Вот это я заберу на алюминий. О-о-о. Нифига себе, сколько коробок. Они пустые. Да ладно. Ха, неудивительно, блин. В них была техника неплохая, как будто обломайтунг. Нифига. Смотрите. Духи сразу валяются вот так. Для меня. О, яички. 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 О, да. Как это приятно. Ммм, беби. Яички. О-о-о. Ой. Ой. Как я обожаю бить яички. Ой, как приятно. Ой, яички. Обожаю бить яички. Ой. Кайф. Капец у нее засорчики в ребятки. Просто обалденная куколка в ребятки. Играю тут за компьютером, ну потому что я очень люблю поиграть в компьютерные игры в ребятки. И хочу с вами поделиться топовейшей игрой, которая заставит вас забыть обо всем на свете. Это Ханкай Стар Рейл. Друзья, вы просто представьте мир, где каждый шаг открывает новую историю, и каждый персонаж это целая вселенная. Вот это мир, Ханкай Стар Рейл. Эта игра, настоящее приключение для любителей пошаговых РПГ. Доступная для всех на ПК, мобильных устройствах и PlayStation 5. И главное, полная синхронизация между платформами. Новейшее обновление 1.5 это не просто цифра, это новая вселенная возможностей. Здесь мы приветствуем нового 5-звездочного персонажа Хохо. Чуткая и обаятельная красавица, которая не только исцеляет, но и заряжает энергией своих союзников. В бой также рвутся Ханья и легендарный Серебряный Волк, которые вернулись, чтобы добавить мощи вашей команде. Только представьте, уже более 80 миллионов человек по всему миру скачали эту игру. И если вы хотите стать частью этого мега популярного путешествия, то у меня для вас есть особый подарок. Первые 10 прыжков в игре за мой счет, если войдете в игру в течение 7 дней. А также эксклюзивный промокод на 50 единиц звездного нефрита, чтобы ваш старт в игре стал еще ярче. Так что не упустите шанс стать первопроходцем в этом обновлении. Переходите по ссылке в описании и начинайте свое путешествие во вселенной Ханкаи Стар Рейл. С Хохо и новыми героями ваша команда станет непобедимой. Так что поднимаем паруса в звездное путешествие Ханкаи Стар Рейл и идем только вперед к новым победам. Ссылочка в описании. Кормилица, кормилица, кормилица для отца, для меня. Папочки сразу папочке дарит чуть-чуть шмоток каких-то мини-вынос. У нас вот подушечка, подушечка, игрушечка, подушечка, ну и все. Ну и на этом спасибо, кормилицы. Такую подушечку вообще рублей за 100 купят. Может даже в гараже себе ее оставлю. Игрушечка неплохая. Кстати, на часах время обозначает то, что драть пора кормилице, как гиена. Ой, мотя, одноразочка, ой, ой, еле достал. Надеюсь, она рабочая. Дедушки, бене, а где бня, тети? О, а это что такое? Надувная боксерская груша? Охренеть. Либо чехол на боксерскую грушу. Ну нет, это что-то надувное. Не знаю, ребят, без понятия, что это может быть. Но оно по-любому с дыркой. Мясо, котлетки, крабики и рыбки. Опа, вынос с хаты. Ну конечно же, и ребятки. Вынос с небольшой с хаты. Так, тут всякие журналы, книги, ботва всякая. От цветов эта штука. Чехол на телефон. Могли бы телефон выкинуть. О, кусочек ноутбука. Но это всего лишь кусочек, ребят. Целого нет. Кусочек ноутбука-то мне зачем. Что тут у нас, смотрите. Сумочка как будто для ноутбука или что, убитая. Неужто вынос с хаты. Выносоподобный пакетик. Так, а это что? Ой, какие-то цветы тухлые. О, ребят, это капец как ценится. Надеюсь, сейчас ручку найду. Вот такие микроволновки алюминиевые, старые, советские. Цена 6 рублей 45 копеек. Покупают на барахолке по 500 рублей. Сейчас только ручку найду. А если вот не найду, будет очень печально. О, вот это тоже покупают такое. Нету ее, блин, нифига. Нету ручки. О, а что это? А, это китайская такая штука. Окна мыть на магнитах. Прикольная фигня. Такое я возьму. Тяги убитые. О, диск на болгарку. Капец, как такое выкидывать можно? Диск на болгарку, это ж вообще тема. Буду им резать металлы, кайфовать от халявы. Ой, там наушники. Ребят, там походу игровые наушники. О, да. Ой, а что это за фирма такая? Капец, они огромные. Red Dragon. Фирма наушников Red Dragon. Ой, очень интересно, как они звучат. Возможно, звук у них офигенный. У них почему-то три штекера. Они USB-шные, с подсветкой, ребят. Вот это кайф. Микрофон достается. Ну, по стандарту все. Нет больше тут игровых девайсов. Эта помбовичка, кажется, дарит киберспорт мне. Киберспортивная кормилица. Обалдеть. Отмыть их, чисто брошюры поменять, починить провод и все. И обалденные наушники оставлю себе. Ребят, вот это я вообще рад. Капец, как круто. Стоят такие Red Dragon вот столько, а мне бесплатно. О, есть, свежачок. Ребят, возле этой помойки я всегда вижу вот этот проход. И мне очень интересно, живут ли там бомжи. Я думаю, стоит сейчас туда сходить и проверить. Так, мопед закрыл. Ну, это надо припрятать, чтоб не украли. В принципе, тут воровать нечего. Погнали посмотрим. Я вот уверен на 100%, что тут бомжи живут. Надо перебороть свой страх и все-таки вот туда сходить и посмотреть. Потому что смотрите, какие тут уютные для них местечки. Просто идеальнейшее место для того, чтобы тут жить. Капец, пустырь какой. Вот, я же сказал. Смотрите, ковер постелен. Я тоже раньше так жил, прям на улице. Я матрас накрывал клеенкой, чтоб от дождя он не намокал. Вот и ночлежка бомжовая. Посмотрите. Ну, раз я тут, ребят, придется расхитить нычки бомжа. Вот первые нычки бомжа. Ножик ржавый, зажигалка нерабочая. И это даже нерабочая. Опа, опа. Бомжевидные тяги с грибком. Вареньем он питается. Ой, а под матрасом даже и нычек нет. Бедный бомжик тут живет. Смотрите. Чисто классический набор бомжа. Тут могут быть вшибелевые ребятки. О, да, бейба. Сытненькая какая. О, коробка от увлажнителя. Токарди, шляпетки убитые. Куртка детская. Оставлю, может, кому надо. О, нифига себе, ребят. Охренеть. 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 Это типа нерфа что-то. А ну, работает? Вау, работает, ребят. Обалденный пистик. Он еще включается. А, в нем лазер, ребят. Нифига себе, ребят. Посмотрите, в нем лазер и фонарик. Капец. Пульку забираю. И обойма даже есть. Охренеть. Блин, вот это топчик, ребят. Помойка вооружает. О, нифига себе, ребятки. Охренеть. Охренеть. Вау. Посмотрите, что помоечка дарит. А вот эта маска вообще с подсветкой. Не вижу, светится, нет? Да, ребят, она светится, представляете? Обалдеть. Обалдеть. Вот три вида вот таких масок. Капец офигенно. Все, я теперь настоящий голд анонимус. Ого, какой ножик. Посмотрите. Еще и с кастетом. Вау. Целый набор юного преступника. О, чемоданчик. Целые колеса. А, он внутри весь разорван. Не, ну неплохо так помоечка порадовала. Вооружает прям конкретно. Можно с таким набором куда-то идти. Типа на дело. Нифига себе. Что это такое? Зеркало как будто было. Было когда-то зеркало. Было и всплыло. А тут что? О, вы нас с хаты, ребят. Что вот это? Какие-то крышки от контейнеров. Так. Пледик. Возможно с клопами. Да, клоповидный. Так, а тут что? Ничего. Триммер был когда-то. В парикмахерской выкинули. О, вот эти щеточки нам нужны. Очищать всякое разное. Охренеть. Ребят. Вот тут походу огромный вынос. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Техника есть тут? Мыльнорыльного походу много здесь, а не техники. Много мыльнорыльного. Так, что у нас тут еще по мыльнорыльному? Походу тут много всего. Огромный вынос с хаты. Точнее не с хаты, а с какого-то салона красоты. О, Ростелекомовский Wi-Fi роутер. Какой-то пульт. Так, кусочки вот таких светильников. Для антенны подключения. Кобелек вот такой разобранный, я так понимаю, светильник. О, а вот от чего был пульт. ТВ-приставочка, ребят, шикарная. МТС-ТВ с блоком питания. О, еще Wi-Fi роутер МТС. Целый наборчик прям подъехал. О, тут еще на проводне тащится депилятор Philips. Вот. Ну я прям все... И еще лампа для маникюра. Сушить ногти. Хорошая, кстати. Ой, шикардосик прям. Вытянул гору техники. О, еще смартбокс One Beeline. Вау. Вообще новый. В полном комплекте. Вообще шикардос. Вот это вынос. Так там еще один пакет черный. Нифига себе. Вот это я люблю. Полотенечко надо. О, такая сумочка надо. О, мыльно-рыльная надо. Надо мопед подкатить, чтобы загрузиться. Ой, как офигенно прям. О, еще вынос. Ребята, тут походу еще техника. Какие мисочки. Это купят. Ну вот эту точно. Домашний интернет. Коробка пустая. Это вот для ногтей. Подложка такая специальная. Подушка для ногтей. Походу салон красоты, ребят. Просто закрылся. И все повыкидывали. Чехлы для айфона. Ого, их тут много. Смотрите. Вообще очень много чехлов. Что, техники больше нету? Походу нету. Зажигалок зато много. Ой, все рабочие. Обалдеть. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать зажигалок. Ого, нифига, вот это топовая лампа настольная. Я ее себе оставлю. Она с виду убитая, но скорее всего рабочая, диодовая, обалденная. С блоком питания. Ой, капец тут техники сколько. Обалдеть. Еще. Ого, нифига, там еще целый пакет всякого. Еще целый пакет всякого. Компьютерная мышка в полном комплекте. Блоки питания всякие. Зарядки, проводок и вот такая вот штука для удаления катышек. Обалденно. О, я так и знал, что будут тут барафон. Беспроводные наушники, ребят. Типа эполовских. Надеюсь, рабочие. Пинцетик возьму. Зажигалочку возьму. Все, ребят. И чтоб не говорили, что я там сорю, я никогда не сорю и всегда за собой убираю. Вот все, что я тут разрыл, я все это выкину сейчас за собой. Но перед этим разорву, конечно же, кормилицу, ребятки. Как же без этого? О, универсальная аэрозоль. Долутываю остатки. Но я все позабирал ценное, как будто. Так, я думаю, может тут еще что-то можно найти. Порой здесь. Вот меня интересует вот эта вот курточка для собачки. Я ее заберу. Может ее купят. Курточка для собачки. Раф-раф. Так, не понял. О, вынос хаты, походу. Очень похоже на вынос хаты, ребят. Вау, какая статуэтка. А, так это свечка. Нифига себе. О, лампа для маникюра. Вот так просто валяется, ребят. Кто-то тут, кстати, порылся. Видно, да? Подразорвано все. Но рылись некачественно. Посмотрите, что пооставляли. Блоки питания. 24 вольта и 24. Так, сейчас я тут все заберу. Воу. Так, это тоже салон красоты, походу, закрылся. Еще одна лампа для маникюра в каких-то вот говнах. Протру сразу. Товарный вид привожу. Товарчик, ребят, сюда. Стараюсь. О, какая-то жижа. Крем-скраб. Мыльнорыльная. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько ламп для маникюра. Надеюсь, они все рабочие. Три уши, смотрите. Четыре. Почему-то салоны красоты массово закрываются. В чем может быть проблема, ребят? Так, холохуб в розорбранном виде. Он нормальный. Люди уже соберут потом его, которые у меня купят. Поэтому я его заберу. Целенький холохубчик. Ля вынос хаты. Где мой поисковой? Вот это моя удочка, ребят. Сейчас буду ловить. Подсекаю рыбку. Оп. И достаю. Вот это рыбалочка. Ловлю, ребят, на голого крюка. Алюминий вот достаю. Вот такие у меня рыбы. Фиговый вынос хаты вообще. Алюминиевую сковородочку грех не забрать. Вот так вот сделать. Ой, свежачок. Вынос хаты. Прям в корзинке, ребят. Прям вот в такой красинке. Я как будто в супермаркет сходил. Посмотрите. Вот такой вынос хаты. О, очка лента. Это мне в туалет. Вообще кайф. Нет тут еще. У меня вообще туалетка закончилась. Да, нету. Кто-то вот гипс снимал. Еще какие-то банки. Так, а тут что? Да что за прикол? Ребят, салоны красоты массово закрываются. Это уже третья помойка, где я что-то нахожу, связанное с ногтями. До этого посмотрите, сколько нашел этих ламп для маникюра. Штук шесть у меня их здесь валяется. Очень много. И тут я нахожу прибор, который, кстати, денег неплохих стоит. Для маникюра прибор. Он шлифует ногти, короче. Бурмашинка. Ее так-то можно себе оставить, если рабочие. Посмотрите, ребят. Только педали в комплекте нет. Это можно тысячи за полторы, за две продать. Вот этот наборчик. Так, что у нас тут? О, нифига себе. Штативчик, ребят. Для кольцевой лампы, тренога. О, вот это кайф. Вот это мне всегда надо такое. Имба. Помоечка дарит для съемок оборудования. Что еще помоечка дарит? Кувшинчик какой-то непонятный. Ой, осуждаю. Ой. Не, ребят, эти фотокарточки я заберу. Они очень милые. Особенно вот это. Так, а тут у нас что в пакетике? О, еще фотокарточка. Еще фотокарточка. Это, короче, поняли до-после. Ну, как будто что-то поменялось. Но, честно, я разницы не вижу. Как будто хуже стало. Опа. Всякие лампочки. О, батарейки. Какая-то цепочка. Сюда. Фонарик сдох, ребят. У меня фонарик помер. Светить нечем. Ой. Тяговидный. Тяговидный пакетик. Ого, какие тяги, посмотрите. Ой, убитые. Тут вообще вся обувь убитая. Галяк. Или нет? О, вынос хаты. Вот здесь. Тяги, смотрите, сразу. О, капец. О, курточка. Винтаж. Да, Адидас. Адидас спорт. Винтаж, ребят. Это евроспорт. Обалдеть. Как будто, как будто даже не оригинальная куртка. Ну, пофиг. С какого-то гаража, походу, вынос. Бибы всякой, шляпеток. А ну, модники, зацените, какую курточку дядюшка штребух налутал. Ля, ля какая. Ля, вообще стиль. Отстираю, буду таскать. О, у тетя, дядю, нядя. Детская коляска. Стоп. Это коляска какого-то бомжа. Посмотрите, какая она грязная. Походу, он забыл ее на помойках. Бомжи часто возят на таких колясках свои находки. Столик детский. Письменный, типа. Но он некомплектный. Но прикольный. А тут что? Отложили так с краешку. Шматковидный вынос. Всякая постельная. Тупо тряпки реально. Ими только пол вытирать. Все дырявые. В черных пакетиках. Думал вынос, но они легкие. Точно там фигня. Ну, тут что-то есть. Макулатура. О, тяги убитые. Ребят, посмотрите, какие дома красивые. И возле этих домов вот такое я вижу. Мусорка. Автомобили не парковать. Как можно было назвать кормилицу мусоркой? Я хоть внутрь-то смогу попасть? Ага, конечно. А как попасть мне, чтобы залутаться? Я хочу залутаться, как гиена на мусорке прям. А, так тут вот такой вот секретный проходик на мусорку, ребят. Блин, тут так уютно и чистенько. Правда, если бы не срали, было бы вообще шикарно. Тут голяк. Ну, пойду дальше искать в этом ЖК вот такие вот мусорки. Ого, нифига себе, ребят. Прям картина маслом. Посмотрите, какая мусорка. Прям реальная. Самая настоящая мусорка. Вот это виды тут. Просто как в Голливуде. Охренеть, как тут чисто. Прям лутаться, не перелутаться, блин. Столько тут всего можно, наверное, найти. Тут такая вайбовая мусорка. Надеюсь, что-то тут будет в плане находок вообще. Это перспективы, конечно, я вижу огромные. О, Вольво. Коробка от каких-то запчастей Вольво. Прям оригинальных. Ого. О, смотрите, ремень какой-то автомобильный. Какая-то штука тоже для машины. Непонятно, что это. Но это, скорее всего, мертвое. О, ништяк. Чайничек. Вот это мне надо. Первая находочка, ребят, прям за сегодня. Чайничек. Чайничек. Ну, нормальный такой. А, не. Убитый. Ну, пойдет. Не зацикливается. Не зацикливаться? Да. Смотреть шире, да, надо? Так. Зацикливаться не будем. Мы будем смотреть дальше. Расширять надо кругозор на кормилице. Угу. Вынос хаты. Может, тут есть. Вот, похоже на вынос хаты. Да, как будто оно. Как будто вынос хаты. Да, вон. Удлинитель это на медь пойдет. Он весь на скотч. А, не. Ну, в целом, да, поломанный. Заберу на медь. Далее. Главное, ребят, не зацикливаться. Вот. Вот это, да. Шестигранник хороший, правда, ржавый. Ну, ничего, возьму. Похавать мне тут отложили. Но я такое не люблю. Нифига себе. Ребят, посмотрите. Прям так валялось. Павербанк Xiaomi. Да. Xiaomi. Севший. Надо зарядить на 10 тысяч миллиампер. Охренеть. А что в этой шкатулке? Что за шкатулочка такая? Вау. Что-то тут дорогое, походу, когда-то было. Но эту коробку взяли, разрисовали. Так. Так, вынос хаты? Нет. Синтезатор. Ребят. Нифига себе, неплохой такой Music Workstation. Не работает. Ну, батареек нет по-любому. Его, наверное, от блока питания можно запитать. Вот почему его выкинули. Вот тут трещина есть. Да это пофиг. Здесь-то ничего не видно. Он целый, хороший. Кнопки все вроде нажимаются. Заберу. Продам рублей за 500. Охренеть. Вы хоть раз такое видели, чтобы удлинитель вот так рассыпался? Посмотрите. Вот так и покупай китайские удлинители. Посмотрите, что с ним произошло. Охренеть. Охренеть. Никогда в жизни такого не видел. Посмотри. Это розетка? Это удлинитель такой. Из чего его сделали? Охренеть. Это мне напомнило фильм Стекло. Это ж у него хрупкие кости были или у кого? У чела там в фильме Стекло были хрупкие кости. У него, видимо, такие же кости были, как этот удлинитель. Не покупайте, ребят, дешевые удлинители. А то, может быть, то же самое. Нифига, Жигули, ребят. Зацените, какая центральный стрит написана. Капец, красивая. Ну, это стиль. Это стиль. Термопод. А не увлажнитель воздуха. Я смог его достать, ребят. Нифига себе. Вообще шикарный. Смотрите, какой красивый увлажнитель. И там еще тяги убитые. Ох, нифига себе, ребятки. Сколько вещичек. А у меня корзинка-то пустая. Багажник мой совершенно пуст. И его сейчас буду наполнять. Первые находочки. Уже неплохо, ребятки. Шмотки. О, нифига, какие спортивки. В них можно, в принципе, по помойкам лазить мне. Такая курточка женская. Кто-то купит ее. Вообще, я себе хочу найти, ребят, сейчас толстовку. Вот шапочка эта тема. Ну, толстовка мне вот сильно надо. Ни одной толстовки у меня нет. Ого, спортивки какие-то странные. Что это такое? Ух ты. Ребят, посмотрите, что нашел. Это же крокодилы, чтобы машину, короче, заводить. Автомобильные крокодилы. А они припалены. Но ничего страшного, я думаю, с ними не будет. Будут работать все равно неплохо. На крайняк провод можно просто наметь. Обполить и все. Ого. Какая помоечка сытная. Посмотрите, какая полочка стоит интересная. Для компьютера это. Так, а что за пакетик тут? Опа. Что-то там есть. А, это шторка какая-то. Какая-то шторка, кстати, хорошая. Можно взять как новое полотенце. И не одно. Тоже на тряпки можно взять. Опа, кроссовки. О, пума. Оригинал интересный, нет? Да, скорее всего, 37 размер. Но они еще, кстати, целые. А, о, кэшбэк. Пять рубасиков сюда. Кэшбэк прям в кроссовке был. Кроссовки целые тоже заберу. Вау. Нифига себе, как новый мишка, ребят. Медведь вообще как новый. Офигенный. Тут еще полотенца такие классные. Мне как тряпки вообще пойдут. Он вообще новый, ребят. Новый медведь. Обалдеть. Так, ладно, я смотрю. Тут на помойках очень много тряпья есть. Я буду все подряд брать. Мне места в багажнике не хватит. Поэтому придется сократить. Сократить свои аппетиты. Капец, ребят. Походу выносов с хаты сегодня будет много, я чувствую. О, а это что? Блокнотики. Так, это новый порванный. Новый порванный. Так, смотрите, что нашел. Медный кабель и убитые отвертки. Вообще убитый реально мусор. Еще куча проводов всяких. И по сути реально ненужные все. Даже мне вот эти провода не надо. О, нифига себе. Пару ключиков ржавых. Ну, они целые заберу. Нифига, какая белка огромная. Мишка вообще тоже хороший. И вот еще один, как новый. Что-то много мишек в одной помойке. Ролики. А ну целые, нет? Ой, они убитые. Не купят их. Ого, какая сумка прикольная. Свет офигенный у нее. И замки как будто рабочие. Что, такую я заберу вообще стилевую. Сейчас даже находки складывать в нее. Да что за прикол? На каждой помойке мягкие игрушки выкидывают. Что, сейчас сезон пылесборники выкидывать или что? Очень много игрушек. Вообще капец. Сейчас заеду подлутаться. Вот тут кормилица тоже шикарная. Что, баки позакрывали что ли? Неужели их закрыли, ребят? Блин, это такая крутая кормилица была раньше. Но она закрыта. А нет, открыта. Ого, сейчас залутаюсь по полной. Блин, тут просто богатые люди живут. И очень много ценного выкидывают. Так, опа. Нифига себе, какой буклет. Капец, так он офигенный, ребят. Посмотрите, помоечка какое отношение дарит интимное. Вот, посмотрите, какие шикарные розы. Но им всего лишь пару дней. Эти лепестки поотрывать, они вообще как новые будут. И пахнет букет шикарно. Видимо, тут 101 роза, ребят. Какой романтик на кормилице. Ой, как хорошо, что я худой. Вот в таком промежутке, ребят, пролазил. Живот втягиваю и все. Вот тут кормилица, ну, ого. Она всегда закрытая. Но почему-то там столько таких крутых тачек. Смотрите, Ford Mustang. Раз. Ford Mustang 2. Это Shelby. Блин, обалденный. Был у меня такой нефорспид. Мосвантед. Еще очень давно. Очень шикарный. Прям гоночный, спортивный. А этот тоже гоночный. Обалдеть. Какие колеса. И вот это спорткары, я понимаю. Он закрыт. А тут тоже. Тут закрыто, я так понимаю, да? Ну да. Блин, обидно. Ого. Это что, автомобильные сидушки? Автомобильные. Нифига себе. Всякие шмотки. Аптечка. Вон какие-то вещи. А ну, что по вещам. А, так, шляпеточки. Шоу-тайм. Вау. Ребят, посмотрите, какие кресла прикольные. Блин, я бы такое забрал бы. Некуда ставить его, правда. Ну, они классные, ребят. Откидываются спинки. Да я бы на таком бы сидел бы вообще всегда. Обалдеть. Так в хорошем состоянии, ребят. А ну, блин, как сидеть удобно, ребят. Я бы с такого кресла бы сделал себе игровое киберспортивное кресло. Чтоб за компьютером сидеть в гараже. Там чисто ножки приделать и все приварить прям к этой конструкции. Так тут нифига себе, я так понимаю. И спинка назад откидывается. И качество какое шикарное. Блин, может одно заберу, кстати. Плюс подголовник регулируется по высоте. Кайф. Вот эта помойка, где я в прошлый раз нашел засохший котях. О, а в этот раз, я смотрю, тут кучка обуви обалденной. Посмотрите, ребят, кроссовки Скетчерс. Сороковой размер. Вообще хорошие. Пятки даже как будто почти целые. Оут Венчур. Вот такие ботинки целые. Кеды. Конверс. Нифига себе, редкие. Оригинальные. Редкие такие. Сорок первый размер. Очень редкие кеды, посмотрите. Но их подклеить надо, но они редкие. А вот это что за тяги такие? Адидас. Нифига. Тоже стильные, подубитые, их подклеить надо. Сорок второй размер. Ну, шикарные. Я вообще прям все заберу. Хорошая обувь. По 100 рублей отлетают. А тут раз, два, три, четыре пары. Ну, я думаю, рублей 600 я на них сделаю спокойно. Так, а что у нас здесь? Кто-то уже порылся. Конкуренты, падлы. Ого. Нифига себе, ребят, какие коробки. От Nikon D850. От фотика коробка. Может, там что-то от него осталось? Нифига себе. Это же дорогой фотик вообще. Nikon Lens. Это от объектива коробка. Охренеть, какая огромная. А там еще кучка коробок. Так, кто-то покупал новый фотик и коробки все от него выкидывал. Это вспышка была. Коробки от роутеров. Блин, обидно, что коробки пустые. Хотелось бы, конечно, такой фотик найти. О, лазер. Хоть что-то. Оф, какая сытная. Лё, кормилица. Доступная. Так, что у нас тут по шмоткам? Фигня одна. Рубашки мужские. Так, а где техника? О, латунька. Латуничка. Или цинк. Скорее всего, цинк. Цинк, конечно же, цинк. О, вынос с хаты, смотрите. Пенальчик. Вообще, как новый. А не. Ну, с виду был как новый. Нифига тут блокнотов. Телефончик. О, ништяк, ребят. Самсунг целый, кстати. Оно включится? Вообще, экран в идеале. Ну, конечно, он не включается. Потому что телефон старый. Зарядить надо. Такой за тысячу можно продать. Нифига, Пикачу. Ребят, Пикачу какой. Вот такая сумочка. Вообще целая. Посмотрите, какая сумочка хорошая. Забираю сумочку. Нифига, тут часы всякие. Ребятушки, после того, как я в видосе сказал про то, что все, кто из Краснодара, отдавайте мне свои выносы с хаты, технику и так далее, написал мне. Как тебя зовут? Вася. Вася. Привет. Перед тем, как я заберу твой вынос в хаты, хочу тебе пару вопросов задать, связанных с моим каналом. Почему ты смотришь этот контент вообще? Честно, просто живу в Краснодаре, интересно смотреть, что лутаешь, что находишь. Чисто вот, что люди выкидывают. Там, Apple техника, интересно, там что-то необычное, типа, дорогое находишь. То, что вот тоже, иногда тоже стримы смотрю, там что-то чинишь, пытаешься, типа, нашел какую-то сломанную, там, пылесос, починил и продал уже на Авито там за трешку. Ну, то есть, прикольно, в таком своем роде. Так, и второй вопрос. Какой бы ты ролик хотел видеть у меня на канале? Блин, честно, так сказать, сразу не смогу. Ну, типа, вот на Lamborghini, по-моему, и как-то есть. Как тебе? Нет, ну, это прикольно. Ой, нифига, тут джойстик, я такой не дам, я прям вот в этом видео, которое вышло у меня, я такой же нашел. Нифига себе, а мышка, правильно? Это ты себе новую такую брал? Ну, это я брал тоже, да, чтобы попробовать продавать, но не пошло, вообще не пошло, у них вообще спроса нет на Авито. Так, и принтер цветной. Да, принтер цветной, вроде работает. Ну, я понял, ладно, у меня есть хелл, который занимается принтерами, я ему просто, ну, подарю. Ну, короче, там кучка всякой электроники. О, вот самая ценная, походу, аирподсы, ребят, китайские прошки, да? А, ну, да, плохие. Мертвые, да? Они вообще не юзаны. А, они юзаны? Они новые прям? Да, они новые, я их тоже покупал, там, три таких, три прошлых, вторых, и они, короче, просто не заряжаются. Они заряжаются, что-то не до конца идут, и просто не коннектуются в лютусом. То есть, если, опять, телефон... Ну, на парохолке продам рубли за 100, ну, что там кто-то починил. Ты еще что-то какой-то морозил? Вот она, вот она. Посмотри, здесь еще, аж. Чувак, ну, это помянем. Это жесть. Это не просто, я говорил. Мне кажется, я знаю, кого-то там хранил. Нет, тут просто хранилось мясо, чисто заморозка. Ну, я понял, да. Короче, ребят, вот эту морозильную камеру я заберу для того, чтобы расчехлить на медяшечку. Здесь внутри по корпусу, по окантовке медные трубки, и здесь снаружи медные трубки. Короче, забираю ее на металлолом. Морозильная камера уже давно не работает. Ребятки, напоминаю, если вы с Краснодара, готов приехать забрать ваш вынос с хаты. Ребятушечки, а теперь я приехал забирать второй вынос с хаты от подписчика. Поднимаемся на седьмой этаж. Ого, тут лифт огромный. И напоминаю еще раз, ребятки, если у вас есть вынос с хаты, и вы из Краснодара, то пишите мне ВКонтакте. А если хотите купить сюрприз-бокс, либо пропуск мусорным бакам, пишите в группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Привет. Дорого. Серега. Влад. Привет. Абурый бяуриц. Здорово. Так, кто мой подписчик? Мы оба. Оба? Ну да, но и писал я тебе вообще. Давно меня смотришь? Ну вообще, короче, в девятнадцатом году попадались в качестве рекомендации, а потом говоришь как-то фоном на втором мониторе все время вырубал. Можно я вот так вот чуть подержу? У меня просто два вопроса есть для подписчиков. И будет интересно, если ответишь. Что самое прикольное у меня в видосах? Ну и искренность, наверное. Кайф. Ну полюбас это сто процентов. Ну я согласюсь. А второе? Второе. Второй вопрос. Какой ты хотел бы, чтобы я видос снял? А, видос? Ну не знаю, чтобы это было, наверное, не только в пределах города, но и в крае, наверное. Просто в качестве эксперимента может быть, типа, по Кубанским селам. А, турнео строить? Ну да, типа, ну если такой еще не было, по-моему, где-нибудь в регион области, не знаю. По России, наверное. По-русбежным кормили. Ну да, и там, не знаю, в пределах Кубанистана. У меня по-руссиеного сразу ездят. Ну да. Вот такая лампа, да? Ну да, она, короче, бывает. О, прикольная, кстати. Может, даже рабочая лампа у такая белого цвета будет, и белым должна срить. Капец, блендер. Ну это вообще лютый профессиональный, конечно. Это с офиса, да? Да, да. Это было в офисе? Да, я, короче, заходил на сайт у них, типа, этот венчик, еще такая дура должна быть. Сакан такой огромный. А вот здесь какая-то ручка какая-то. Еще, смотри, эта тематика. И так держится. И вот это, ты смотрел, стоит 80 тысяч. 89, 990. Ну, блин, просто, да, вот, короче, бренд оригинальный, типа. Вот столько новый стоит такой. Но он без венчиков, провода нет. Тут режимы переключаются. Короче, какой-то профессиональный. А вот это вообще первый раз в жизни. Это я, короче, поиск по картинкам сделал, короче. Такая хуйня, что чувак просто засовывает сюда листы, короче, сшивает их, вот эта фигня, тут еще выбирается размер. И потом просто вот так протыкают, типа, короче. А вот эта фигня, верхние верхушки какие-то делают, я не знаю, что это такое. Я понял, короче, что это. Ну, дырки в бумаге делал. Дырокол, короче, профессиональный. Вот столько на Авито стоит такой. А может, новые даже продаются. Если новые продаются, то вот столько стоит. У меня в руках уже пакет оказался. Помимо техники, меня еще порадовали. Кричал сушкой, берном. Берном. И, ребятки, это же кола. Добрый кола, баунти, жвачка. Вы меняет. Да ладно. Просто мы видим, ты скитаешься по дворам нашим. Да, в реале, типа, не раз. Я не заезжал сюда, кстати, во двор ни разу. Заезжал. У меня тут подписчик. Там еще бомж спит, спал летом как-то так. Короче, там у него матрас остался был до этого. Ух ты, какие коврики. Нифига себе, от Мерса. Да, ребята, АМГ коврики. Смотрите. А, ну им плохо. Это вообще дермантины, и они не оригинальные. Кормилица. Так. О, смотрите, какие вообще как новые. Ботинки как новые. Отличнейшие вообще в идеале. Подошва целая. Ого. О, в этой коробке что-то есть. Так, вот в этой нет. А вот тут что-то есть. Ух, нифига себе, ребят. Мажоры, посмотрите, что выкинули. Коробка от Дольче Габана и мешочек Дольче Габана. Гуччи коробка, смотрите. И тут, короче, куча всяких чеков, смотрите. Баленсияга, ребят. Посмотрите. Баленсияга, Гуччи. 81, а, 8 тысяч. Так, это фигня. Баленсияга, смотрите. Я это все пособираю. Дольче Габана. А какие ценники? Made in Italy. Да это может вообще отпали какой-то. Луи Витон, книжечка. Не, ну это мажоры покупали. Но зачем эти все чеки хранить, я не понимаю. Луи Витон, вот такой вот какой-то конвертик, смотрите. Не, ну вот эту коробку от Гуччи я заберу. И от Дольче Габаны. А это мне остальное не надо. Я не коплю коробки и ценники. Вот это.